Добрый вечер, друзья, любители конкурсов от нашей группы ВКонтакте. Начинаем мы наш любимый и традиционный конкурс Спаси... Ой, Спаси Голд. Нет, не Спаси Голд. Победи админа, конечно же, на карте Серпухов. Комментировать данный конкурс буду я, Кирилл32, моя напарница Надя, которая ушла, но она обещала вернуться. Ну и оператор у нас, как обычно, Иммортал Хиродов и Кей Якубович за барабаном Миша. Вот, и в чате у нас Наталья Галактика. В принципе, я тоже буду в чате сидеть, общаться с вами и отвечать на вопросики, которые вас интересуют. Вот, можно будет обсудить какие-то идеи, да, там, что у нас в последнее время происходило. Допустим, обсудить матчи, которые у нас сегодня будут проходить в 20.00. Два матча, плей-оффа, начала. Вот, так что, я надеюсь, будет интересно. Там у нас уже ребята расписались, поэтому мы сегодня, как минимум, будем комментировать Вудсов против Форсов. Форсов, это второй матч, насколько я понимаю, и Пингвины против Некстов. Вот, кстати, и возможно, возможно, немаловероятно, скорее всего, у нас на 21.00 будет матч Хаос против Инсейн Плеерс. Это турнир Сэнд Шторм. Вот, так что, я надеюсь, мы сегодня будем в ударе в плане трансляций. Вы будете смотреть, наслаждаться, а я уже почти в чате. Почти что в чате. Сейчас я только открою его. Да, всем, ребята, привет, добрый вечер. Кирилл уже начал, пока я там заговорилась с нашими ребятами, с нашими помощниками. Да, можно дальше разговаривать. Что? Не, говорю, как. А, ну, я услышала. Вот. А как ваше настроение сегодня? Ведь сегодня уже четверг. Как называют четверг, это маленькая пятница. Вот уже завтра последний денечек, а потом выходные впереди. Но я, конечно, очень сочувствую тем, кто учится или работает в субботу. Но вот у меня впереди будут два выходных, поэтому я безумно рада. Побежать будет сегодня Антона Беловодского. Наверное, Кирилл вам об этом сказал. Сказал вперед? Нет, я боялся его никнейм неправильно прочитать. Поэтому я оставил эту возможность тебе. Да, побежать будет Антона Беловодского. Но вот, кстати, я заметила такой один небольшой косячок, что вот там, где мост, вот по бровке, там вообще ничего не мало. Мало так минок можно, в принципе, проехать, вот где стоит Рувен-21 и пробраться. Ну, посмотрим, какую тактику выберут ребята, как быстро они уничтожат наших помощников и как быстро сгорят их минки. Сегодня по пригласам, как сказал мне администратор, что приглашают потихоньку. Поэтому будем смотреть, будем смотреть, кто будет прогружаться. Те, кто не по пригласам, будут удаляться. Поэтому, ребят, не советую заходить, если вдруг кто-то слил ссылочку в чат. Сразу вопросы к Наташе, когда промокод, когда промокод. Какой ключ? Ребят, на самом деле, вы думаете, если мы сейчас вам дадим ключ, то быстрее розыгрыш пройдет? Нет. Поэтому ждите, совсем скоро мы сообщим вам ключ. Нас смотрят 116 зрителей, а лайков всего 40. Поэтому не стесняемся, ставим лайки. Пальчик вверх. Да, все так и есть у нас. Кстати, игроки потихоньку заходят. Это пару мне знакомых никнеймов, на самом деле. Так что, я надеюсь, они зашли правильно по правилам. То есть, их пригласили, они сами нашли ссылочку и такие, Опа, надо бы зайти, чтобы нас кикнули на 5 минут от сервера. В общем-то, в чате. Что у нас в чате? В чате ничего. Ну, поверь, есть и такие, которые прогружаются и еще заходят. А что тут? Мне вот нравится, когда игрок прогружается на какой-то конкурс какой-то и спрашивается, а что тут? Что тут? Очень интересно, конечно. Как надо ему ответить. О, видишь? Бахнули одну. Да, господи, мою танку, успокойся, пожалуйста. Вот, как я, в принципе, и говорил, минус один. Вот так вот. Надо будет переходить, кстати, на другой какой-нибудь клиент. Потому что меня танка вообще не радует. В плане, допустим... А как же это называется? Вылетело из головы снова слово. Вылетает у меня в последнее время. Старею я потихоньку. Вот, помаленьку. Список аккаунтов, вот, которые можно вводить в танк. То есть это удобно, это прикольно. Но вот эти вот ошибки меня вообще не радуют. Так вовремя, вот, особенно, когда я начинаю говорить, трансляться, и это все... Вам в эфир. Кстати, Кира, вот у нас вопрос в чате. Что такое ключ для участия в розыгрыше? Я не шарю. Объяснишь в двух словах ребятам, что у нас за такой появился крутой сайт? Что это за ключ? Обычно расскажешь? Опять танк, да что ж такое? Да, расскажу. А кто спрашивает? Леня Мал спрашивает. Я думал, что он... Так он, подожди, видишь, он просто во всех конкурсах участвует. Ему некогда сидеть на наших трансляциях, поэтому он спрашивает. Вот оно что. В общем, Леня, смотри, у нас есть сайт. У нас появился сайт. Прикинь, мы розыгрыш проводим. В общем, у нас появился сайт giveawaystream.ru. Там нужно зарегистрироваться и участвовать в розыгрыше. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужен ключ. Чтобы этот ключ получить, нужно слушать нас. И все. Ребят, единственное, я хочу вам сказать, что не зависит от того, каким вы зарегистрируетесь по счету. Допустим, если вот я сейчас назову ключ, и вы зарегистрируетесь первым, это не значит, что вы победите в розыгрыше, что есть без разницы. Все так же мы скидываем вам ключ, вы регистрируетесь, ну, вводя там ключ, ну, в общем, вы там все увидите. И все так, как и прежде. Просто для этого сейчас есть специальный сайт, поэтому не думайте, что если вы узнаете ключ самым первым, то обязательно вы выиграете. Нет, это все так же рандом, и пусть удача будет на вашей стороне. Я так понимаю, но все игроки, которых пригласили, это именно те, да? Ну, вроде никого больше не кикует. Там, правда, одно место, насколько я помню, свободно. Ну да, одно свободное место, поэтому, возможно, кто-нибудь и придет, и это святое место пустое не бывает, поэтому ждем. А ты уже представила помощников или нет? Нет, я сейчас представлю, но я просто жду, когда последний игрок зайдет, и ты представишь игроков, и помощников. Я понял, окей. Так, ребят, вот вчера у нас был разговор по поводу погоды, все правильно, вчера же мы разговаривали, я уже забыла, у меня голова забита с тем, а сегодня мы обещали с Кириллом, что мы познакомимся все-таки, и каждый напишет, с какого города он, сколько ему лет, в общем, какую информацию он хочет показать, рассказать, то и напишет. Вот, там, я не знаю, меня зовут Вася, мне три года, я играю в танки онлайн, но это я не про себя, я просто говорю. Нам было бы приятно знать, откуда вы, из каких городов, и насколько разнообразны зрители, которые нас смотрят, и вот разница есть в часовых поясах. Я знаю, что с Кириллом у нас разница, по-моему, два часа, да, Кирилл? У меня сейчас 18.07. А, час разницы, прикольно. Так вот, делитесь, кого, как зовут, ребята, потому что под никнеймами скрываются же реальные люди, и это ваши ники, а имен мы ваших не знаем. Как вас зовут, пишите в чатике, мы обязательно поздороваемся. Можно будет также погоду озвучить, почему бы и нет, как мы это умеем делать. Да, тут пишет, я с Челябинска, откуда еще, ребята, делитесь, а мы же знаем, Киев, 18 лет, привет тебе. Как бы тебя зовут еще узнать, Ника, тут как фотоаппарат? Конечно, знаем такой, Томт, знаем, все знаем. Ну так, биография у нас проходила. Вот, смотри, там у кого-то это Александр, что ли, черный цвет рельсы, вот я вообще хочу. Вот это следующая моя мечта после Матрицы. Я похвалюсь еще раз, да, да, ребята, мне выпало с Матрицы. Черный, клевый, смотри, какой. Я говорю, слишком много. Чего вы взяли, что это ключ? Это неинтересно. Какой ключ? Ну, пишет. Ай-яй-яй, такой не записать. Егор с Одессы, 14. Любовь, 112 лет, Егор с Одессы, я с город Запороль, зовут Артур, 13 лет, я Дима, мне 13 лет. Павла, Скоро-Нишеская область, привет, привет. Я из Гродно, я Ярик, я писал, Надя, нельзя. Я, знаешь, когда оформляю какую-то доставку, и вот всегда ввожу, то есть Гро, и мне всегда его дает именно этот город, почему-то. Ну, просто я добавляю, что Грозный, но вот самые первые, это вот этот город, он сразу выпадает, поэтому, знаешь, я вот прям на слуху у меня, на зоне вашего города. Поэтому, привет тебе большой. Даже из ДНР она смотрит на ребятам. Прикольно. Надя, спасибо, спасибо за удачу. Я так понимаю, это, наверное, та девушка, которая мне писала в комментариях, когда мне выпала матрица или какая-то краска, что, типа, передай мне свою удачу. Я сказала, что вот тебе повезет, и она мне совершенно на днях пишет, что она выбила себе красочку какую-то прикольную. Вот представляешь, как? Вот написал мне человек и получил красочку. Ну, повезло ему. Красава. Поэтому я делюсь удачей. Пишите в нашу группу в ВК, пишите, и мы обязательно поделимся своей удачей, и вам будет какая-нибудь клевая красочка. У меня, кстати, сайт наш почему-то деавторизировал. Я даже знаю почему. Мне пришлось заново логиниться. Странная хрума. У меня ключ не сработал, так потому что это неверный ключ. Как зайти в битву с ТО Мобайл? Никак-то, потому что у нас в ТО Мобайл доступен только матчмейкинг. Вот, у нас нет там списка битв пока что. Вот, я надеюсь, у нас скоро он появится. Почему бы и нет, чтобы, да, разнообразие, допустим, игру... Или, подожди, или есть? А, не помню. А, не-не-не-не-не-нет, нет-нет. Вот, дабы разнообразить немножко нашу игру, чтобы было побольше игроков с мобильных устройств, да, в обычных про-битвах. То есть на хуриеле там некоторые будут рачить. Вот, я буду ОП навевать. Ну, чтобы вот так вот все было. А ты играешь, кстати, на телефоне? Это, конечно. А, понятно. А как возможно убить админа, и когда такая оборона? Вот, Алексей, я бы вот свою тактику тебе рассказала. Я бы уничтожала сначала минеров. То есть под Эзидой можно магнум. Магнум такая пушка, мне кажется, вот пробитие именно дефа. Когда дефится, а это, ну, как бы на самом деле деф. То есть представим Антона Беловодского в виде плага. Вот. И поэтому магнум, фриз, жига, когда наносится такой массовый урон. И поэтому, в принципе, сначала уничтожить бы минеров. То есть, да и на боем каким-то шаг бы здесь был неплох. Потому что ребята не стоят на месте. Они пытаются выехать, пытаются показаться. И вот сначала минеров, а потом можно идти уже и побеждать админа. Ну, это моя, как бы, тактика. Я не играла ни разу. Очень я хочу попасть на сторону игроков. И буду просить Диму. Но он у нас очень строгий в этом плане. Поэтому не думаю, что он разрешит. Давай все же представим состав. Я с игроков начну, в принципе. Как обычно, Арсен Нибг, Т34Х, Бром 3000, ВТВ, Зодиак, Бистра, Александр, Раша, ТО, ДФ, ДФ, 8904 и Антилопа. Прикольно. За помощника у нас сегодня играет Сандра. Ру-Ивент 14, Шот, Ру-Ивент 39, Ру-Ивент 8, Актопусис 21 и, собственно, Антон Беловодский. Да, Актопусис у нас играет на Мамонте и Зиде. Лечит он Сандра, который, к слову, на Вулкане. То есть там две Зидки, 39-й и Актопусис. Они стоят, получается, в центре, да, и лечат Сандра. Пока он отстреливает Респе, а там Эвент 21, Шот катаются по базе, бьют всех. Аутбум, кстати, хорошую позицию занял. Он стоит по центру на ТД-шке, на Магнуме. С ГС, правда, 6, 800, 6, 838. Это такой ГС есть на Легенде? Да ладно. Да не может быть. Как это? Представляешь? Я обычно думал, что там, ну, ГС на Легенде начинается с 9 тысяч, с 8500, ну, минимум. Ну, разные звучи бывают. Тут у нас пообещали за убийство Сандра припас Голдик, потому что Сандр набил себе замечательное УП. Он стоит на пулемете, стреляет, его лечит Артур. Вот, и ребята, я так думаю, сейчас будут стараться ему уничтожить. Ну, посмотрим. Ребята новые, я имею в виду тех, которые играют за игроков. Я вот, честно, не вижу знакомых для себя ников, хотя ты говорил, что ты знаешь пару игроков. Да, есть такое. Вот, и поэтому, ну, посмотрим, как ребята себя поведут, какую тактику они выберут, и как скоро они уничтожат Сандра и Антона Беловодского. А, ведь Антон Беловодский там уже, наверное, заскучал. К слову, а, он в тылах стоит. Че, я думал, где-то поближе. Они там с Эвентом 08, а Эвент 08, насколько я помню, это Архунгел, который и экс Фелисити. Точнее, наоборот, Фелисити, который и экс Архунгел. Вот, сегодня была такая смешная ситуация. Ну, в общем, знал я как-то одну Настю, у нее никнейм был Мисс Фелисити. Ну, вот, например, Старладер там, короче. И я сегодня захожу на форум, смотрю, она в помощниках. То есть, я думаю, мол, вернулась, может быть, да, там, туда-сюда. То есть, решила снова помогать нашему любимому проекту. Оказывается, нет. Импровайзер мне рассказал такую хитрость. Такую Фелисити. А, да? В общем, не суть ва... Там зовут и зовут, ладно. Суть в том, что у нас Архангел сменил никнейм на Фелисити. Я вот сначала перепутал именно с этой Настей. И мы как-то с импровайзером посмеялись сегодня в конференции до победы админа. Вот. И, ну, Фелисити для парня, никнейм, ну, не знаю. Архангел звучало как-то более, да? Ну, знаешь, мне кажется, выбор ника — это сугубо личное, как бы, дело. Каждого, когда я сменила свой ник с «Атаманки» на «Скелет Белоснежки», мне тоже, блин, Надя, ну «Атаманка» такой звучный ник, и ты стала тут скелетом Белоснежки, знаешь, мы начали вот много вопросов сдавать, смеяться. Кто-то хвалил за хорошее чувство юмора, кто-то, наоборот, говорил, что это что такое за бред. Потом я сменила на «Нельзя», стало больше вопросов, а что нельзя. Ну, так-то не хочется, это мой выбор. Это, в принципе, ну, как бы это выбор глоба, конечно, должно нравиться в первую очередь ему, поэтому мы можем. Ну, если ему этот сериал нравится, то без проблем. Ну, да. Вот это вот у Александра, вот эта прекрасная рельса, смотри, он там пытается проехать за домиками, ну, Руевин 39 его заметил, вот эта черная рельса, выстрел просто отличнейший, мне очень нравится. Меня вот 21-й эвент смущает, то, как он катается по базе синих и магнумом своим вертит направо, налево, назад и вперед. Вот, вот это устройство странненькое на эту пушку, ну, меня удивляет. В общем-то, никто у нас не проезжает, то есть ребята только сейчас начали активничать, более-менее как-то выдвигаться справа. У Сандры, я так понимаю, стоит модуль. На что? На поджигание. Да, на поджигание, наверное. И вот сейчас прилетел ему такой страйкер, снаряды страйкера, но он быстренько спрятался, и тут есть октопус, из которого подлечил. Ну, позитивно я просит передать привет, привет тебе от нас, от нашего канала, от нашей группы. Привет, привет большой. Еще больше мин стало, вот просто как будто бы, не знаю, муравьи расползлись по карте, и очень много миночек на самом деле. Опять у нас летят снаряды страйкера, ну, Руи Вен 21 пошел, уничтожил этого страйкера, видимо, он его разозлил. Вот, напоминаю, что победить нужно Антона Беловодского. Антон Беловодский стоит абсолютно один, потому что никто не приезжает, не пытается его уничтожить, хотя некоторые ребята очень даже активные, и это, безусловно, нравится. Кстати, ребят, близится Черная пятница. Вы уже видели, что анонсировали на нашем библиотеке. Кто что планирует себе купить, или кто мечтает что-то приобрести с магазина, но нет возможности, вот просто интересно. Я вот хочу, ну, не знаю, что-нибудь хочу. Я еще не определилась, что я хочу. Я понял. Хочу туфельки, но хочу еще платье. Ну, может. Но это я не хочу, хочу другое. Кстати, я сегодня зашел, в общем-то, совершенно случайно на официальный сайт ТО. Вот, и у них там снова поменялось. Была Черная пятница, теперь ранний доступ. У нас, к слову, уже 2033 игрока купили. Это предложение, предложение. Вот. Я так понимаю, что они, в общем, получат по плюс 2 контейнера и 20 тысяч кристаллов, да? Уже вроде 2 тысячи, 2, то есть получается тысяч, или как, 2, 5, 10, да? Меня кто-то поправит? Я сейчас чуть-чуть упустила эту мысль. Да, Миша говорит, да. Все, видишь, я все-таки умный. Все нормально. Но это не показатель, Ма? Я обиделся. А, ну окей. Вот. Поэтому давайте делитесь. То, может быть, кто-то... Я знаю, что многие ожидали там каких-то огромнейших скидок, еще больше, там на что-то еще нереальное. Ну, мне кажется, и так очень даже неплохо, потому что скидки на магазин бывают, ну, не очень часто. А там есть такие товары, которые, ну, невозможно, наверное, или очень редко можно приобрести, например, даже с того самого контейнера. Да, сколько я ждала эту матрицу, сколько я ее хотела. Но если бы она была в магазине, я бы ее давно купила. Даже там за три тысячи рублей? Ну, если бы она была в этом в комплекте, где там еще было... Нет, просто отдельно. Нет, за три косаря краска... Нет, знаешь, я говорю, я вот сколько раз уже как бы обсуждала это на трансляциях. Да, я очень хочу, чтобы был разделен донат и задротство. Вот прям реально. То есть я, может быть, купила там несколько предложений, несколько бы красок, если бы эту краску невозможно было просто читом взять этот контейнер, блин, и у какого-нибудь там, я не знаю, читера, который меняет аккаунт или получил аккаунт на раздаче, взял, и он там себе выпала краска, которая там стоила в предложении за полтора косаря. И в то же время я понимаю тех ребят, которые вот сидят и набивают те же самые звезды, и выпадает краска, как кто-то открыл контейнер за еженедельные задания, и выпала эта краска. То есть я понимаю, ребят, ну, как бы моя политика была бы такая вот, если за там 700-900 звезд есть какая-то анимашка, то в контейнеры ее бы пихали там, ну, минимум через полгода, через год. То есть ребята до этого ходили вот такие вот, что показывали, вот мы это набили. Так же и донат. Вот я купила эту краску, я хочу в ней кататься, и знать, что в ней катаются такие же там донаты, ну, кто купил ее, а не кто там ее выбил с контейнера. Вот я хочу вот так, если честно. Много, ты хочешь разделить донат и задротство? Ну, с одной стороны, да, возможно, то есть это будет правильным решением. У тебя будут, допустим, краски, которых нет у ребят, которые играют на звездной неделе, там, набивают сколько там, тысячу, две, три тысячи звезд или, ну, вот этого, знаешь, типа, нам нужно поиграть, посоревноваться у кого больше. Ну, на самом деле, да, на самом деле, потому что, ну, я понимаю всех ребят, и я не считаю, что отношение к ним максимально честно, потому что, ну, сидеть вот, даже вот Сандра, который играет, он говорил, чтобы эту жигу праздничную выпало, он сидел в крайний день, там, что-то, трех часов в ночь. Вот ему просто хотелось именно эту жигу. И потом она поступает в продажу, да, ну, это как бы, не знаю. Мне его жаль, на самом-то деле, вот. Да и, в принципе, мне жаль всех игроков, мне жаль импровайзера, мне жаль ноухелпа, это из тех, кого я знаю, кто выбил, точнее, набил себе 900 звезд и получил демоник скин. Мне жаль Аветиса тоже в этом плане. Кто там еще, я не помню. Кинг офтп, насколько я вроде помню. Да что ж такое? Дима, у меня, давай я, в общем, выключу оповещение, а потом можешь мне хоть тыкать каждую минуту. Ну, в нормальном, понимая, ФТС. Так, ну, что у нас на карте происходит? Тут у нас все без изменений. У нас даже Антон Беловодский там доехал с одной стороны в другую там, покатался. Минок не стало меньше. Минок, мне кажется, даже прибавилось. Пытается, ребята, прорваться, но пока без изменений, пока только там с респов. Я не знаю, RUVN21-то просто гоняет. Тут шот у нас минусанулся. Никто не зайдет левый. Так. Ждем, ждем. Ну, наши помощники очень активно пользуются вердрайвами. Вот, что мне сказать о игроках. Ох, какая красивая эта черная рельса. Александр. Вот, просто. Какой ключ, какой ключ? Я не Настя? С чего вы решили, что... Что я Настя? Почему меня называют Настей? Меня зовут Надя. Ребят, кто сказал? Кто дезинформировал? Настя. Тебя Настей назвали? Ну, да. Ай-яй-яй. Который, по-моему, Настя. Бывают в жизни огорчения. Так, мне нужно найти в компьютере Delete Notifications какие-то. В общем, я сейчас обязательно найду, потому что у меня Windows сошел с ума. Чтобы вы не слышали вот эти вот пик-пик-пик-пик-пик. А я лично ничего не слышу. Да, ну... Пик-пик-пик-пик. Никаких пик-пик-пик-пик. Ты, по-моему, с вчерашнего дня что-то там пытаешься сделать и что-то никак не делать. Да, ну... Они меня просто жесть как бы вымораживают. Поэтому... То есть, делается, по сути, быстро. Я не могу это сделать. Не получается, да? Не, я просто не могу найти этот пункт. Он вроде как должен быть в самом начале, но его почему-то нет. Ну ладно, в принципе, потом. Не суть. А-а-а, Сандра убили, да? Да ладно. Серьезно? Да, Сандра убили. И он выиграл... Ну, не Сандра, а тот, который убил. Получает припас Голд. Поэтому мы его поздравляем. Того игрока, который уничтожил все-таки Сандра. Что у нас интересно? У нас есть куча овердрайвов у игроков. Несколько овердрайвов, вернее, почти у каждого помощников. Ну, пока все не сдвигается с этой мертвой точки. Ребята, видимо, прощупывают ситуацию. Уже 26 минут конкурс у нас прошло. Ребята, может быть, вам интересна какая-то тема, и вы хотите ее обсудить с нами, со мной, с Кириллом. Мы обязательно поговорим. Поэтому спрашивайте, предлагайте темы. Может быть, хотите узнать наше мнение на какую-либо ситуацию. Мы обязательно постараемся максимально честно ответить. Да, Кирилл? Да, вот ты, кстати, постоянно говоришь с Кириллом, с Кириллом. Ой-ой-ой-ой-ой, погибает у нас восьмой эвент, пропадает минки. Вот ты постоянно говоришь с Кириллом, с Кириллом, с Кириллом. И Матвей Кулягин думает, что меня зовут Стерил. И спрашивает, Стерил, скоро ключ? Стерил. Кирилл. Никаких звуков нет. Как мужского комментатора зовут? Мужского? Мужского комментатора. Ну ладно. Так. В чате. Никаких поздоровленных звуков нет. Спасибо, NikonBit. Ну, у меня просто винда все равно как бы предлагает мне зайти, да, по уведомлениям, допустим, в почту и посмотреть сообщение, которое мне пришло в октябре, да. То есть я захожу, я смотрю, что я его уже просмотрел, но у меня почему-то все равно повторно дублируются уведомления в винде, поэтому я все равно их отключу рано или поздно. Как вам задонатить? Значит, смотри, есть такой доллар под чатом. Это, я так понимаю, поддержать наш канал, да. Вот, и таким образом. В общем-то, что у нас еще? Что у нас еще? Остается, остается совсем чуть-чуть. Беловодского почти что убили, добили 39-го эвента. Это сделал Арсен со своим страйкером. У него неплохо получилось. Еще антилопа, кстати, слева стоит. Но на громе М0, он вряд ли что-то сделает. Поэтому, хорошо, без проблем. Поэтому смотрим. Добивает Арсена. Я снова вижу сообщение. Это ключ, я как понимаю, да? А какой ключ? Вы говорите, и я скажу. Битва у вас и нас намечается 25-го ноября. Голды можно не кидать. Попросить. Так мы не будем в золотые ящики кидать. С чего вы взяли, что мы будем кидать в золотые ящики? Это обычная форматная битва. Мы не будем кидать, что назовем код. Назовем или ты назвал его? Я не назвал, называй. В общем, ребята, код сегодня это 1, 2, 4, 5. 12, 45. 1, 2, 4, 5. 12, 45. У меня же мурашки пробежали по телу, когда ты назвала код после вечерашнего. Я буду тебе всегда так подтраливать немного. Смотри, смотри, нам капсом прям там сообщение пишет, чтобы мы передали привет быстро. Прямо это приказы. А теперь я не передам. Что это за игра такая? Приказывайте нам еще. Так, как вам задонатить нам? Задонатить? Да, ну так-то мы и все. Да, это я же сказал, доллар под чатом, это суперчат, это и есть донат, как говорится. МТО, так, в принципе, и есть. Да, ключ у нас 1, 2, 4, 5. Не 1, 2, 3, 4, а 1, 2, 4, 5. Вот, поэтому вводите. Передай. Нет, вот, Моуфа, из-за того, что ты в грубой форме написал быстро. Убили! Убили, Антона Беловодска, как раз-таки убил этот Александр, это свои черные рельсы. Блин, Александр, ты красавчик вообще. Обязательно пересмотри трансляцию, красавчик. 8, 9 и 10 золотых ящиков у нас на карте. Один падает, точнее, два падают на базе красных. То есть, там, где они стояли. По центру у нас прям голдопад из 6 золотых ящиков. Первый забирает Александр, второй забирает Александр. Также третий, правда, не успел, но его убили. ВТВ Зодиак забрал один золотой ящик или... Нет, он залагал. Он залагал на золотом, на тысячи кристаллов и вылетел. Убили, убили Тащера из Мегабола. У нас еще есть золотой ящик на Бровке, который могу также забрать. Забирает Антилопа также свои тысячи кристаллов на его звании Орен 2. Они ему обязательно пригодятся. Тем более, у нас скоро мига прокачки. Вот он спокойненько подзаработал. Да, просто заехал, забрал и все. В общем-то, лежат. Круто. Два золотых, нужно их забирать скорее. Заходи, забирай. Передайте привет Владу Ивонину. Влад, тебе привет. Привет, привет. Где промокод писать? Какой промокод? Где ты его взял? Можешь мне в личное сообщение кинуть. Кинуть. Смотри, что такое? Суперчат. Кто там говорил? Клэш Робокс. Нет, суперчат это не совсем донат. Смотри, Клэш, это донат, но у тебя в чате твое сообщение выделится зеленым, оранжевым, желтым, я не знаю, в общем, разными цветами. И сверху оно будет отображаться в зависимости от того, сколько ты задонатил. Там 100, допустим, вроде минута, 202 или что-то в этом роде. В общем, я не знаю по времени. Но, в общем, оно будет отображаться. То есть, это донат. Правда. Вроде, насколько я помню, 50% забирает YouTube. Какой плохой, да? Прикинь. Прикинь. Что у нас еще есть? Передайте привет Владу Ивонину. Привет, Влад Ивонин. Пожалуйста. Да, не за что. Надя, к тебе вопросик. Какой комплект брать? Аннигилятор Вика Гром М2 или Минотавр Твинс и Вика М2? Обращаюсь к тебе. Ну, это уже я говорю. Обращаюсь к тебе, потому что ты у нас любишь играть на мультах. У тебя мульт... Твинс, конечно, Твинс. В любом случае Твинс. Это прям вообще. И покупая устройство, которое вот это от самоурона, я, честно, не помню, как оно там называется. Поэтому Твинс, это вообще даже без вопросов. Прям забирайте, забирайте целиком и полностью. Ну, так Clash Robux, если ты знаешь, что такое суперчат и в скобочках то, что ты написал, вот, то... Ты замолчал или что случилось? Нет, а что такое? Ну, как будто ты оборвался. А на чем я остановился? Я потерял, забыл. Это ж было только что. В общем-то, Clash Robux, это донат. Правда, допустим, на Donation Alerts выходит оповещение на экран. А здесь оно выходит в чат. Вот так вот, ребят. Я желаю хаосам удачи в победе HRWR. Вот прям. Я говорю. Я говорю, что желаю. А что хаосы? Ну, блин, ребята, попросили в чате, я и... Удачи, ребята. Ребят, как участвовать в розыгрыше? Вот ссылка на сайт розыгрышей. Кидают вам Наталья. Вы заходите, там есть текущие розыгрыши, которые проходят. Вы нажимаете, там будет специальный ключ. И до этого ключ будет. Ой-ой-ой, Арсен, ты забрал золотой ящик. Мы его поздравляем. У нас все, получается, да, забрали? Да. Все. Это Надя замолчала или у меня опять что-то произошло? Нет, это все нормально. Что, Миш, я не поняла, это мне было адресовано? Ага, да. Я на самом деле просто, Миш, не знаю. Поэтому я вот передаю. Желаю удачи. Да всем вообще желаю удачи. Всем, всем, всем. Да, если ты не знала, то я в хаосах стою. Ты? Так, к слову, да. Ну да, тогда я, честно, я не знала, ребят. Ребят, это все подкручено, в общем. Удачи. Чисто случайно так получилось, правда. Ключ, ребят, один, два, четыре, пять. Да блин, ну вы все поймете. Переходите на сайт розыгрыша. Там же все написано, блин, немаленькими буквами. Вот, правда, с цветом налажали. Ну да ладно. Да, это так и есть. У нас, кстати, уже там участвует вроде 90 человек. 90! У нас тем временем падает еще пара золотых ящиков на карте. Летят они, забирают та через Мегабола и Андрей Мамбо. Мамбо, Мамбо, Мамби. Вот, в общем-то, карта у нас, так понимаю, заканчивается, да? Да, ее закрывают, завершают. В общем-то, мы будем переходить постепенно к розыгрышу. Осталось лишь дождаться, пока вы заполните. Точнее, нажмите участвовать, введете ключ. А сколько у нас осталось-то? Ну, там вроде минут пять или шесть. Продолжение следует...